Приветствую вас! И вообще говоря, то, о чем вы спрашиваете на уровне психологии, называется так. Половая и личностная идентификация человека. И первое означает раскрытие своих женских качеств. Тут есть как общие для каждой женщины, так и специальные для вас. Второе – это, собственно говоря, отделение себя от остальных людей. Осознание того, кто вы сейчас, то есть я реальный, и понимание «я идеальный». Осознавание разницы между этими двумя понятиями и стремление ко второму. Вот в психологии именно это называется то, что вы хотите, то, что вы спрашиваете. Что касается женщины, то здесь, если вы не знаете, как вести себя именно вот женственно, то вам необходимо подобрать для себя идеал. Вот идеал женщины, который, на ваш взгляд, наиболее вам импатичен. Это может быть кумир, это может быть актриса, это может быть кто угодно. Но выберите этот идеал и старайтесь ему следовать. На определенном этапе вы почувствуете, что идеал, вы свой, переросли. Вы почувствуете, что в него вы принесли что-то новое, что-то свое. И это будет означать, что вы, по сути, вышли из идеала женщины и стали, ну, самобытной женщиной. Уникальной, индивидуальной. Только так можно обрести эту самую женственность. Причем просто, относительно, без затрат особых, по крайней мере, без поисков мучительных. Почему же так произошло? Почему это стало возможным, спросите вы? Ну, потому что, когда мы выбираем идеал, мы проецируем свои собственные потребности на этот самый идеал. Когда мы выбираем идеал, мы и как бы говорим, вот это идеальное я. Но это идеальное я на уровне представителя пола. Это не личностное, это не личностное я. Это именно представитель пола. А вот, говоря о личности, здесь сложнее. Во-первых, вам нужно хорошо справляться со своими ролями, социальными ролями. Вам нужно хорошо с ними справляться так, чтобы вы чувствовали, что достигли потолка. И тогда вы будете готовы выйти за эти социальные роли, привносить в них свои социальные роли, что-то свое, что-то индивидуальное, что-то самобытное, что-то новое. Это один вектор развития, а второй вектор развития, это, как я уже сказал, мы говорим себе, вот этот человек нам нравится чем-то. Допустим, у этого человека хорошая прическа, а у этого человека хорошая работа, хорошая профессия, а у этого человека хорошо поставленный голос, например. А у другого человека мягкая походка. У третьего человека классная фигура и так далее. Это и есть суть проекции. Ваши проекции на других людей. И вот они как раз и создают то самое идеальное я в своей сумме, это уже я личностное, к которому вам и нужно стремиться. И чем успешнее вы будете стремиться к этому идеальному я, тем лучше и успешнее будет ваша жизнь вообще. Ну и в частности, в общении с мужчинами. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Продолжение следует. Продолжение следует...